Завершилось лето, а значит пора подводить итоги прошедшего купального сезона. Какие мероприятия проводились для предотвращения несчастных случаев? Сколько пляжей функционировало? Подробности в следующем сюжете. Говоря о итогах купального сезона, стоит затронуть тему проделанной работы. Так, с мая месяца сотрудниками ДЧС Павлодарской области, совместно с государственными органами и волонтерскими организациями, местными исполнительными органами проведено более тысячи рейдовых мероприятий у водоемов области. Разработано 16 видеороликов с последующим распространением их через социальные сети с рекомендацией безопасного поведения населения на водоемах. В социальных сетях разместили более 1500 заметок о правилах безопасности на водоемах. Вместе с тем у нас в ходе рейдов у водоемов без сопровождения взрослых выявлено более 50 несовершеннолетних детей. Всего этим летом по Павлодарской области функционировало 30 мест отдыха у водоемов. Из них 20 – коммунальных и 10 – частных. С начала купального сезона спасено 5 человек, из них трое детей, которые купались в необорудованном для этого месте без сопровождения взрослых. Всего к административной ответственности было привлечено 333 человека. 125 человек – это по статье 440 – это распитие алкогольных напитков в общественных местах. 183 человека – это предупреждение по статье 364 – это нарушение правил водопользования и купания в запрещенных местах. 10 человек по статье 580 – нарушение правил обеспечивающих безопасности пассажиров на судах морского и речного транспорта. 10 человек по статье 582 части 5 управления маломерными судами без надетых, пристегнутых индивидуальных спасательных средств. Несмотря на принимаемые меры и проводимую работу, в купальный период текущего года на водоемах области утонуло 27 человек, в том числе и 6 детей. Сотрудники ДЧС напоминают о необходимости быть бдительными, ведь вода не прощает ошибок. Не оставлять детей без присмотра взрослых соблюдать правила безопасности на водоемах.